Здравствуйте, дорогие зрители! Мы вас приветствуем. Вот я и моя лучшая подруга. Женапель Татьяна Юрьевна. Меня зовут Татьяна Юрьевна. Я учитель, преподаватель французского языка. Заканчивала Московский институт иностранных языков имени Мариса Тереза. И предлагаю вашему вниманию свой курс французского языка. Обещаю, что все будет последовательно, понятно. Я все буду объяснять. Буду рассказывать, как произносить звуки. Буду записывать все с хорошим произношением. И те, кто последовательно будут смотреть эти записи, имеют очень хороший шанс на приличном уровне освоить французский язык самостоятельно. Давайте начнем. Allons-y. Le son une. Урок один. Возьмем буквы. А, B, D, O, I. Прочитаем слоги. Ба, Бо, Би. Обратите внимание, что согласные звуки произносятся напряженно. Они не оглушаются. Даже в слоге Би, где звук И мог бы смягчить предыдущий согласный, как у нас в русском языке это происходит, мы говорим мягко, Би. Здесь согласный не смягчается. Би, Би. Да, До, Ди. То же самое. Ди. Гласные звуки произносятся спереди, не глубоко в горле, а впереди. И первое правило. Во французском слове ударение ставится на последний слог. Ба, Да, Би, Би, Ди, До, До. Это какие-то придумала я, это могут быть клички. Ида, Ада. Это имена. Если бы француз стал произносить русские имена на свой французский манер, то он бы ударение ставил на последний слог. Но в потоке речи французы не произносят отдельно слова и не ставят ударение в каждом слове, а по нескольку слов произносят слитно. Это называется ритмические группы. И ударение ставят на конце ритмической группы. Вот пример приведу. Жема ла ла тет. Это целое предложение. У меня болит голова. И в этом предложении много больших и маленьких слов. Жема ла ла тет. Учиться связывать слова и ставить ударение на конце ритмической группы мы тоже с вами будем. Ну, на первый раз хватит. Je vous dis au revoir. Я вам говорю до свидания. A bientôt. До скорых встреч. И желаю вам удачи. Bonne chance.